Всем привет! Добро пожаловать на канал Russian with Dasha. Меня зовут Даша, а это моя подруга Таня. Привет! Мы с Таней давно не виделись, и сегодня у нас будет обычная дружеская беседа. Если вы хотите скачать транскрипцию, вы можете перейти на Patreon по ссылке в профиле, а также подписывайтесь на мой Телеграм-канал. Таня, привет! Привет! Как дела? Что нового? В Петербурге всё ещё лето. Я этому очень рада. И мы сейчас находимся в Павловском парке, который я обожаю. Да, я тоже обожаю этот парк. Ребята, давайте мы вам покажем чудесный вид. Шикарная погода, очень тепло. Сегодня 15 сентября. Сентября. Да, сентябрь, а погода всё ещё как в августе. Сегодня до 24 градусов тепла. Возвращаю камеру обратно. Таня, скажи, пожалуйста, ты помнишь, о чём мы с тобой говорили в моём подкасте? Мы говорили о моей профессии и чем я занимаюсь. Я врач-патологоанатом или патолог. Да, и в одном выпуске мы говорили о профессии Тани, а во втором мы затронули тему отношения к смерти, по-моему, да? Верно. Похоронных традициях России. Очень интересный выпуск. Ничего грустного, только интересные факты. Философии немного. Немного философии, поэтому ссылки будут тоже в описании. Скажи, пожалуйста, Таня, как ты провела это лето? Чем ты занималась? Этим летом я попробовала то, что давно хотела, покататься на сапе. Причём это случилось благодаря моему мужу. Он просто принёс этот надувной плод с веслом и сказал плыви. Да. И меня всё время уносило к берегу, но под конец часа я уже поймала волну. Уже лежала на нём, веслом научилась грести, но часа мне пока хватило. Это было на Ладоге. Ладога очень холодная, но этим летом она хорошо прогрелась. И можно было просто вот так ноги опустить в воду и вот так вот грести. Да. Скажи, пожалуйста, ты куда-нибудь ездила в путешествия? Да, на мой обожаемый Кавказ. И в этом году мы также протестировали город, в котором ещё не были с мужем, называется Кисловодск. Это город в составе Кавказских минеральных вод. В Российской империи туда очень любили ездить аристократы, гулять по променаду, пить воду, минеральную воду из различных источников. Она совершенно разная по вкусу. И в этом городе есть бюветы. И есть целая нарзанная галерея, куда просто заходишь, набираешь тёплую, холодную воду, которая называется нарзан, собственно. А потом ищешь туалет. Да, и говорят, что эта вода обладает лечебными свойствами. И в Кисловодске очень много санаториев. Туда часто приезжал Михаил Юрьевич Лермонтов. Да. И именно об этих местах он написал роман «Герой нашего времени». Возможно, кто-то из вас читал, и, возможно, вам будет интересно посетить Кисловодск. Я знаю, что ты летом проходила какое-то обучение. Я, конечно, врач, но каждому врачу нужно знать свои права и обязанности. Про обязанности нам рассказывают в красках всегда. А вот про права в моём университете, к сожалению, было очень мало информации. И я взяла юридический курс для врачей. И там оказалось очень поддерживающее, дружелюбное сообщество, в котором в игровой форме нам преподавали такие скучные вещи, как трудовое право, коммуникация. Ну, коммуникация была не скучной. И проводили даже такие диалоговые, тестовые задания. То есть кто-то прикидывался конфликтным пациентом, а ты должен был с ним суметь найти общий язык. И привести его к мысли о том, что ты им что-то полезное вообще-то хочешь дать. Мне это не сильно актуально, но общение и умение общаться и коммуникация — это просто такая сила невероятная. Гасить конфликт в зачатке или приходить к конструктиву — это просто магия какая-то. Я была впечатлена. И конфликтология. В общем, мне какой-нибудь курс по конфликтологии взяла еще. Да. Это круто. Я считаю тоже посещение таких курсов очень полезными. Когда я работала в ивент-сфере, мы ходили на форум, где один из спикеров рассказывал про жесткие переговоры и как общаться с теми, кто постоянно манипулирует, постоянно пытается как-то вывернуть все наизнанку. И это было очень полезно. Нам рассказывали, как отражать манипуляции, как на них не вестись. И, блин, такие знания должны давать. Ну, хотя бы если не в школе, то в институте, да? Прям обязательно. А нам давали что-то, ну, в общем, что-то сухое, практическое и мало связанное с реальностью зачастую. Кроме учебы и путешествий, чем еще ты занималась этим летом? Конечно, моя любимая концертная деятельность, то есть посещение концертов и театров. И вот совсем недавно мы ходили на спектакль в цирк. Но это не тот цирк, о котором обычно можно думать. В Петербурге есть проект, называется «Упсало-цирк». Изначально они набирали туда талантливых детей из детских домов, беспризорников, и социализировали их, обучали и делали с ними спектакли. Сейчас туда входят и дети из многодетных семей, и дети с особенностями, с синдромом Дауна, например. Тоже есть отдельный инклюзивный спектакль. Но мы ходили на спектакль про школу, про будни школьников. И в том числе задевались какие-то задорные темы, как школьники себя ведут на переменах, на уроках, когда учитель вышел, в том числе темы буллинга. И все это в формате акробатических, интересных зарисовок. И очень харизматичные дети выступали, ну где-то от 12 до 16 лет. Девочки, мальчики. Мы даже прослезились немного, были очень трогательные сцены. Поэтому если будете в Петербурге и сможете попасть на спектакль «Упсало-цирка», это всегда невероятные впечатления, гораздо ярче, чем от похода в цирк взрослых. Да, я ходила на цирк дюсалей, на «Упсало-цирк» я ни разу не ходила, но акробатические номера мне всегда очень нравятся. Мне кажется, что «Упсало-цирк» — это такой мини-дюсалей для детей. Я этим летом, по-моему, в театр не ходила, но я ходила на концерт Леонида Агутина, одного из своих любимых певцов. И когда приезжал мой папа, мы с мужем водили его на футбол. Вот. Из таких мероприятий. Тебе понравилось? Ну, там был счет 0-0. Ему понравилась арена, но сказал, что футболисты были какие-то ленивые, очень медленно передвигались по полю. Наверное, он это более крепко сказал. Да, но в следующий раз мы возьмем билеты на хоккей, потому что там точно будет эпичнее и динамичнее. Не уверена, что вы слышите, но где-то там играет музыка. Сегодня джазовый концерт в парке, и когда мы закончим записывать видео, мы туда пойдем. И, Таня, давай я тебя вот так еще поснимаю. Скажи, пожалуйста, какие у тебя планы на осень? Чем планируешь заняться? На сентябрь у меня план устроить моих ординаторов врачами в мою больницу. Я заведую отделением. Надеюсь, у меня получится. Они молодые, очень классные и милые. Второй план. Я в программе коучинга. И этот коуч будет помогать мне, наконец, осуществить мою давнюю мечту — напечатать книгу. Это будет все серьезно, с дедлайнами мне уже страшно. Расскажи, пожалуйста, о чем книга. Она не о врачах. Она не о врачах. Хотя там есть сцены, описывающие некоторые врачебные манипуляции, но, скорее, средневековые. Это фэнтези-книга с ценностями, философией и героями, которых мы с моей соавторшей очень любим. И они родились очень давно. И у нас эта мечта висит просто кучу лет. 15 точно. И если уж мысли об этой мечте не покидают нас, то нужно ее воплотить. А тут для коуча нужно было выбрать какую-то цель и хотя бы кусочек этой цели с ним пройти, проработать с заданиями, с дедлайнами. И коуч будет помогать мне преодолевать или увидеть сопротивление установки, которые у меня есть, которые мне мешают осуществить эту мечту. Да. То есть книга уже написана. Да, книга уже написана. Более того, написана вторая даже почти. Ничего себе. Мы их думали объединить. Но вот что-то все время стоит в голове против. Что-то мешает. Кстати, о книгах. Раз уж мы начали говорить. В начале сентября я всю неделю провела дома, потому что простыла, заболела, лежала дома с насморком. И как раз заказала несколько книг. Во-первых, я за два дня прочитала Gone Girl на английском языке. По-русски она называется «Исчезнувшая». Вы, наверное, слышали об этой книге. По ней снят фильм. И сейчас я заказала еще две книги этой писательницы. По-моему, ее зовут Джиллиан Флинн. Я могу ошибаться. «Sharp Objects» и «Dark Places». Вот, буду читать. Мне очень понравилась Gone Girl. Если не читали, прочитайте. И сейчас, по рекомендации своей ученицы Сильвии, я читаю книгу каталанской писательницы, которая называется «Площадь Диамант». Я читаю на русском. Это книга о судьбе женщины во время непростых событий. О том, как они переживали тяготы и невзгоды, и как она старалась сделать свою жизнь, жизнь своих детей лучше. Мне очень понравилась, как написана эта книга. Вчера я читала почти до часу ночи. Осталось всего 20 страниц. Так что сегодня, я думаю, я ее закончу. Я бы не выдержала, я бы ее дочитала. Я просто уже... У меня уже просто устали глаза. Да, там достаточно мелкий шрифт. Значит, сейчас в планах книга, да? Да, книга, устройство на работу моих учеников. Гулять по красивым осенним паркам и съездить в Краснодарский край к родителям моего мужа. Там сейчас очень тепло, плюс 30. Я не очень люблю жару, но увидеться с родственниками хочется. Возможно, мы даже поедем там недалеко горы и тоже походим по пещерам. Класс! Да, ко мне приедет мама в конце сентября. Больших планов на осень у меня нет. Я думаю, что я буду в Петербурге. Здесь всегда очень красиво, особенно когда листья приобретают желтый и красный цвет. В этом году, я думаю, еще в октябре будет тепло. Как ты считаешь? Надеюсь. Таня, что ты скажешь нашим подписчикам? Но осень — это такое время, когда хочется замедляться, пить какаво и гулять по осенним паркам. Желаю вам найти время для этого. Природа очень помогает восполнить энергию и радоваться жизни. Да, почаще гуляйте и встречайтесь с друзьями. Давай зададим какой-нибудь вопрос, чтобы нам писали комментарии. Вы катались на сапе? Расскажите, пожалуйста, как вы провели это лето, чем вы занимались. Может быть, вы куда-то ездили или начали какое-то новое хобби. Мне на носок села стрекоза. И я начала новое хобби, да? Да. Вот. И будем рады, если вы напишите, понравился ли вам такой формат, понравилось ли вам это видео. Сейчас мы пойдем гулять по парку, так что не отключайтесь. Будет музыкальная пауза. Спасибо, Таня. Спасибо всем. И Даше спасибо. Да, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок